Друзья, иногда нужно посмотреть, какой у нас процессор стоит в системе. Например, когда нам досталось ноутбук старый, там включаем его, там Linux. По этому поводу я написал статейку. Давайте посмотрим на практике, как работает утилит ILS CPU. Для этого нам нужен терминал. Давайте посмотрим вообще, что у нас за система. У нас в данном случае Arch Linux, процессор i7-7700K. Видюха, память, все в порядке. Нам интересна информация о непосредственно процессоре. Для этого давайте мы сделаем вот так. Сразу уйдем в полный экран. Нам нужна команда ILS CPU. Вот мы ее вводим. Что мы здесь видим? Во-первых, мы видим архитектуру процессора. В данном случае это у нас архитектура 64-битная. Количество ядер нам говорит как будто 8. Почему? Потому что физических ядра у нас 4. И на каждое ядро оно делится на 2 виртуальных, если очень грубо. Поэтому и получается 8 ядер. Название нашей модели. То есть здесь оно указано как 4.2 ГГц. Потому что 7700 как бы идет 4.2 с турбобустом. Мы турбобуст выключили. Мы его просто разогнали. Здесь можно посмотреть минимальную и максимальную частоту процессора. Что еще можно посмотреть объем кэша. То есть по сути то же самое, что можно найти на официальном сайте производителя. Только в данном случае нам не нужно на него заходить. И какие инструкции у нас использует процессор. В данном случае у нас, вот я вижу, есть AVX2. И AVX также у нас здесь присутствует. Собственно, довольно интересная и самая простая команда. Одна из большого числа, которых я периодически использую. И в будущем такие команды будут появляться как у меня в блоге, так и у меня на канале. Просто чтобы понимать, что они делают и что их можно использовать.